Что касается таких вот вещей, которые, ну, я с большинством людей не встречаюсь, у них в голове стереотипы, типа, как надо продвигать сайт. Я не знаю, есть ли они у вас, вы так время от времени киваете, если я попадаю в тему, какую-то обратную связь от вас хочется получить. Ну, например, вот что не работает. Да, раньше, как поисковые системы были устроены, набиваешь статью ключевыми словами, скачать порно, скачать реферат, реферат бесплатно. Ну, понятно, кто аудитория в интернете, да? Видели такие страницы, да, напичканы словами? Давно вы их видели? До сих пор иногда бывает, да. Но в последнее время поисковики стали с этим довольно жестко бороться, и бывает так, что сайты за вот такое, за вот такой трэш на странице, просто вылетают из стопа и больше туда никогда не попадают. То есть это не работает, это такой позапрошлый, наверное, уже год продвижения статьями. То же самое касается рекламы в Директ. После многоуважаемой бизнес-молодости, которая всем рассказала, что и как надо делать, все туда ринулись, и цена за клик в большинстве ниш очень приличная стала. Ее и так было там не слишком легко найти дешевой, но теперь в некоторых нишах там просто работать невозможно. Можно извлекать оттуда трафик более-менее дешевый, можно даже как-то на этом зарабатывать, но работает все хуже и хуже, потому что все уже знают, все уже понимают. Специалистов очень много, они все друг с другом конкурируют. И тут либо новые какие-то способы маркетинга искать, либо смотреть, как из одного и того же клиента больше получить и так далее. Тем не менее, это немножко так, знаешь, чтобы тебя заманить было сказано. Конечно же, она работает. Но она работает все хуже и хуже, и если ты не ищешь новые способы, как на сайт привлекать пользователей, то, увы и ах, ему становится все сложнее и сложнее. То же самое с таргетом ВКонтакте, когда он, ну, видели такие объявления в углу висят? Вот, тоже он дорожает, тоже все поняли, что это вот классно, я могу дать таргетированную рекламу моему соседу сверху с надписью «Не сверлись, задолбал». Ну, то есть, там настолько узкая целенаправленность, что ты можешь просто вот буквально там Кремль выделить и в Кремле всем показывать свое объявление, если хочешь, чтобы о тебе узнали. Ну, вот лента у вас, там что-то, моя страница, что-то такое, да, и снизу вот здесь. Ну, да, да, там есть свои тонкости, то есть иногда не дотянешься до людей. Да, у большинства здесь сидящих, может быть, от блока вообще стоит и все просто сносится, да. Ну, я же понимаю, что здесь как бы люди продвинутые, а вот бабушки там, а бабушки ВКонтакте не сидят. Да, в итоге это все очень печально оказывается. Я знаю немногих людей, то есть вот из всех, кого я отпрашивал, вот кто именно на таргетированной рекламе зарабатывает. Вот получается у вас окупается, но мне в основном отвечают что-то типа «Ну, наверное, да». Ну, то есть я, знаешь, как в этой, кто там говорил, из известных маркетологов, что я даю там 100% рекламы и 50% точно окупается. Только я не знаю, какие 50%. Да, первые или вторые. Вот это весь, вся магия. Сейчас это можно определить, там есть UTM-метки, есть все остальное, но как бы тем не менее. Ну и спам. Все очень жестко сейчас стало со спамом, особенно касательно Mail.ru и прочих больших поисковиков. Они стали очень жестко относиться ко всем, кто рассылает там больше 5000, по-моему, в день. У меня рассылка 82 тысячи, поэтому для меня это серьезно стало проблемой, потому что, ну, я сразу иду в спам. При том, что пользователи на меня подписались, при том, что они хотят именно от меня что-то получать, я просто кладусь в спам без там вопросов, разговоров и так далее. Мы с ними, у нас такие ленты переписки с Mail.ru, о том, какие они классные. Ну и котята, это уже если вы, если контент маркетера или пиарщика нанимает вести паблик, и он начинает, знаете, паблик, значит, завода, который производит, не знаю, комбайны, и в паблике там котята, приколы, котята, ну что, лайкают же. Вот, а то, чтобы как бы продаж нету, это как бы, ну, 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 это не моя вина. Это на комбайне, да? Хотя-то на комбайне, это да, это, ну, как бы, хотя бы в тему. Но, к сожалению, да. Нужно, нужно. Ты пропис... просто они... Перенасыщенность. Если ты в метатеге пишешь какие-то левые слова, но посещаемые, а в самой статье об этом ничего нет, то поисковик считает, что ты обманываешь, да? Просто, да, сейчас как бы Google выставил новые требования, сейчас нужно оптимизировать не только текстовый контент, да, а там и CSS, и HTML, и... Да, 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 да. Это должно быть оптимизировано, как и метатегом. Да. Ну, совершенно верно. Ты, наверное, в этом даже больше меня шанишь. Тогда CSS. Тут опасно такие слова говорить, да. Вот, совершенно верно, да. Ну, вообще ситуация страшная, я тебе перебью. Давай, перебивай. У меня, главное, спам проходит, да, то есть он во входящих лежит, там, типа, Саша, причем по имени, да, там, Саша, там, приходите к нам на тренинги, там, вообще левые ребята из какого-то на Савосибирском. Да, 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 да. Вот такие, откуда, да. А зато от оператора связи, от моего хостинга, да, все в спаме. Все в спаме, да. А спамеры нет. Ну, то есть... Да, спамеры нет. Как-то надо, не крик. Магия. Есть такая штука, ну, не знаю, как им удается выбираться из спама, они в этом плане лучше, чем нормальные компании, вот как ты сам мог заметить. Предыстория... Интересно вообще предысторию, почему так получилось? Ну, я не знаю, как аудитория. Интересно? Да. Почему все в спам летят? Есть такой чувак в интернете, Андрей Парабелл, знаете его? Нет. Ну, есть такой чувак, и он, как бы, ну, у него довольно жесткие способы маркетинга, в том числе вы там подписываете к себе человека и фигачите ему писем, значит, вот, пока не умрет, или купит, или умрет. И у него очень много учеников, он успешен в своем деле, и он, в общем, не всегда рекомендует такие, ну, двойственные вещи. Он, на самом деле, успешный парень, он, на самом деле, там, крутой специалист, но сам почему-то, ну, ведет email-маркетинг совершенно по-другому. Ученики, естественно, и ошибаются, и, послушав его, в общем, творят всю такую шнягу, и в результате, как бы, mail.ru решили, ну, собрались там с Яндексом, решили, что, а давайте-ка мы всех, как они называются там, инфобизнесмены, давайте мы их всех в спам положим. Ну, просто, если вот он этим этим занимается, спам, ну, хороший, нехороший, там, не знаю, есть очень классные люди, которые реально там, ну, там, например... Так, стоп, а кто не хочет спам, например, бизнес-молодость, они придут, договорятся, например, и спам попадать не будет. Ну, да, как вариант, но, ну, там, с Mail.ru надо особое отношение иметь. Вот, я знаю у некоторых дядек, у которых там 2 миллиона рассылка, они приходят договариваться, показывают там, вот мы премию Рунета выиграли, вот там тот сертификат, вот как мы ведем рассылку, им говорят, не волнует. Спам, да, ну, прикинь, они рассылают 2 миллиона писем, ну, может у них разово уйти. Нагрузка на сервер. Ну, просто там, с машинами. Ну, они пришли к тому, что они по 20 писем, по 20 тысяч, по-моему, писем в день отправляют, чтобы хоть как-то... Они ее сегментируют, то есть там разделяют по интересам. Я могу на этом долго, в общем, болтать. Вы меня останавливаете. Там, говорите, не знаю, давай дальше. Вот. Что работает?